Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. В Самаре отмечают День ВДВ. Заботливые мошенники жителей Самарской области приглашают проверить здоровье. Никто, кроме них, сегодня 87 лет исполнилось воздушно-десантным войскам России. В Самаре праздничный день традиционно начался с торжественного митинга на площади памяти у монумента воинам, погибшим в локальных конфликтах. Ветераны и офицеры возложили цветы к мемориалу. Праздник сейчас продолжается на первой очереди Самарской набережной. В программе прыжки парашютистов, пилотаж самолетов Як-52, а также концерт. Но главное сегодня, как признаются десантники, это встреча однополчан и сослуживцев. Я могу сказать, что у меня и у многих моих близких и друзей день ВДВ как Новый год. Мы исчисляем прошлый год от дня ВДВ до дня ВДВ. Вся служба ВДВ – это история и воспоминания. Мы можем с вами об этом разговаривать очень долго. Подробный репортаж о празднике десантных войск смотрите в наших следующих выпусках. Предложение, от которого стоит отказаться, жители Самарской области по телефону стали получать приглашение принять участие в неких федеральных медицинских программах. Они касаются проведения обследования, снижения веса и лечения гипертонии. При этом пациентам по телефону говорят, что все процедуры будут бесплатными, а когда люди приходят в центр, выясняется, что нужно платить. Минздрав предупреждает – такие звонки к работе госучреждений не имеют никакого отношения. Жителям рекомендует проявить бдительность, уточнять, из какой организации поступают звонки, а также фамилию звонящего, его должность и контактные телефоны. Более 60 нарушений за три месяца в Самаре задержали водителя, который управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения. Сигнал о том, что за рулем Нивы нетрезвый мужчина поступил в дежурную часть от активистов ночного патруля около трех часов ночи. После недолгой погони автомобиль был остановлен сотрудниками ГИБДД возле дома номер 9 по улице Победы, а мужчина, находившийся за рулем, задержан. 28-летний водитель явно был не рад инспекторам ДПС, оскорблял их и оказывал сопротивление. От процедуры медицинского освидетельства не отказался, хотя есть основания полагать, что он был пьян. Как выяснили сотрудники ГИБДД, автовладелец получил водительское удостоверение всего три месяца назад, однако уже 63 раза привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения. Больше половины социокультурных и спортивных объектов готовы к зиме. О том, как идут работы перед отопительным сезоном, на совещании в мэрии рассказали главы профильных департаментов. Специалисты проверяют оборудование и отопительные системы, где нужно проводить плановый ремонт. На две трети к зиме подготовлены образовательные учреждения Самары. Составлен график гидравлических испытаний. Когда все работы будут выполнены, в администрацию каждого района поступит акт готовности зданий. В департаменте образования также отметили, что во многих учреждениях необходимо усовершенствовать тепловые узлы, поставить автоматическую систему регулирования горячего водоснабжения. Где-то 11,5 миллионов нам для этого нужно, поэтому, конечно, единомоментно мы эту работу не сделаем. Мы постепенно, каждый год будем добавлять. На готовности к отопительному сезону это не отразится, заверили в департаменте. Работы идут по графику. Общественные советы микрорайона продолжают помогать жителям решать проблемы. Всего таких советов в Самаре 355. Они созданы по инициативе губернатора Николая Меркушкина. Теперь жителям поселка Шмидта добраться до первой городской бани стало проще. Как общественный совет оперативно решил проблему микрорайона, расскажет Лариса Шалафаст. Каждую неделю по традиции Фаина Токач ходит в баню. Для нее, как и еще для полутора тысяч жителей поселка Шмидта, это настоящее спасение. В их домах нет горячего водоснабжения. Ближайшая к бане к поселку, та, что на улице братьев Корстылевых, с июня закрылась. Люди обратились за помощью в общественный совет микрорайона. И теперь от поселка до первой городской бани можно добраться без пересадок. Тройка у нас ходит через каждый час. Добираемся в течение 20 минут. Помылись, вышли вот сюда, на угол и приехали домой. Все. Решение изменить маршрут третьего автобуса, чтобы люди могли быстро добираться до общественной бани, совместно приняли общественный совет микрорайона, депутаты и городской департамент транспорта. В течение месяца вопрос был решен. Жители остались довольны. Я сама езжу на общественном транспорте в своем поселке. И каждый день сажусь в автобус, и люди благодарят за это. Это вот все сделано было благодаря усилиям двух общественных советов. Мы объединились, потому что проблема общая. Это только одно из дел, которое жителям удалось оперативно решить при помощи общественного совета микрорайона. Следующий шаг – обсудить с руководством бани расписание работы, чтобы сделать его более удобным. Лариса Шлафаст, Станислав Левин. События. Далее коротко о других событиях дня. Самарский пилот Елена Прокофьева покорила танцем на вертолете. Экипаж филиала ЦСКА «Самара» выиграл несколько медалей на Кубке мира по вертолетному спорту, который прошел в Белоруссии. Эти соревнования стали частью фестиваля авиационного спорта «Про небо». Елена была единственной девушкой-пилотом, выступавшей в номинации «Фристайл». Ее танец на вертолете под музыку принес нашей команде второе место в этой номинации. В общей сложности пилоты ЦСКА «Самара» взяли 8 медалей – 5 золотых и 3 серебряные. В Самарской области за день утонули двое мужчин. Первый инцидент произошел в поселке Южный, в Красноглинском районе Самары. Там утонул 20-летний молодой человек. Еще одна трагедия разыгралась на пляже в селе Рождествено в Волжском районе. Здесь водолазы извлекли из Волги тело 62-летнего пенсионера. На Воронежских озерах в Самаре начали расчищать Нижний пруд. Закончить работы планируют до конца сентября. Береговая зона ограждена сеткой и с предупреждающими знаками о запрете проходить на территорию. Срезали всю растительность вдоль берега, из воды вытащили мусор. Подрядчику предстоит обследовать дно, утилизировать донные отложения и мусор. В Самаре построят новое здание детской поликлиники номер 9 в Октябрьском районе. Необходимость его строительства назрела уже давно. Детская поликлиника номер 9 располагается в трех разных зданиях, что неудобно для малышей и их родителей. На сегодняшний день определено место под строительство медучреждения. Улица Николая Панова, 12. Земельный участок передан собственность правительству Самарской области. Поликлиника будет построена по типовому проекту. К концу недели в Самарскую область придут дожди и грозы. Всю неделю в регионе ожидается устойчивая погода с умеренным ветром и температурным фоном, близким к климатическим значениям. Днем температура воздуха прогреется до 29 градусов. Ночью столбик термометра не опустится ниже 19 градусов. А с пятницы в отдельных районах пройдут кратковременные грозовые дожди. И вот какие материалы сейчас готовят к эфиру наши корреспонденты. Восстановит историческую справедливость. В Самаре реставрируют жилые дома, которые признаны памятниками исторического наследия. У соцработников вырастет зарплата, а качество услуг населению повысится. Вместо государственных центров соцзащиты теперь будут некоммерческие организации. Мой двор, моя крепость. Активисты ОНФ обсудят с жителями, как благоустроить территории рядом с домами. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 13 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго, увидимся. Субтитры предоставил DimaTorzok